За три года в Сочи было выявлено 17,5 тысяч адресов с нарушениями. Проблемными остаются 650. Борьба с нарушителями природоохранного законодательства качественно отразилась на экологическом состоянии всего города. Об этом свидетельствуют и пробы морской воды в зонах купания. На сегодняшний день их взято более 180. Это санитарно-химические показатели, микробиологические, наличие паразитологических показателей, вирусы. На сегодняшний день все пробы соответствуют нормативам. Так что в зонах купания на пляжах городских, пляжах санаторно-курортных можно везде купаться. Всего в городе 42 точки сбора данных. Плюс к ним лабораторные исследования морской воды, которые проводят собственники пляжей. В целом такой мониторинг специалистами Роспотребнадзора проводится раз в 10 дней и продлится вплоть до осени, пока температура воды в Черном море не опустится до 18 градусов. К слову, качество осочинских пляжей отмечено на международном уровне. Шесть прибрежных зон курорта претендуют на голубой флаг. Это особый знак, который присваивается по заключению 60 экологических организаций мира. Тем не менее, глава города поручил усилить работу в этом направлении, а именно в вопросе борьбы с несанкционированными сбросами сточных вод и с собственниками неканализованных объектов. Задача районных администраций – выявлять и передавать данные в МУП «Водоканал», который ответственен за выполнение закона о водоотведении и водоснабжении. А в случае бездействия или халатности сотрудников ждет прокурорская проверка. Я глава города и официально под протокол говорю, что есть закон о воде и водоотведении. Его должны выполнять те, кто этим занимается. В данном случае МУП «Водоканал». Если они не выполняют его, пожалуйста, давайте к ним конкретно предъявлять претензии. Конкретно. Поэтому я говорю, что у них одна задача. Если они выявляют объекты, которые не имеют соответствующих выполнения технических требований, надо отключать. Не отключают, предъявляйте к ним претензии. Борьба с источниками загрязнения в Сочи идет с 2015 года. В каждом районе курорта по поручению главы города созданы рабочие группы, которые в обходах выявляют проблемные объекты, выдают предписания на устранение нарушений, составляют протоколы. В случае их неисполнения абонента ждет отключения от водоснабжения. Решение одно – подключиться к центральной канализации, либо оборудовать выгребную яму и заключить договор на ее обслуживание, либо установить лоз. Организация, предоставляющая такие услуги, должна иметь лицензию.